Вот чёрт, закупил крутые розы, самые дорогие, а они не продаются. Ну, Ultimate Rose, первоклассный товар, здоровенный, пышный, чуть ли не метр длиной, и не покупает их никто. Берут подешевле, коротенький. Это прескорно. И непонятно, где я просчитался. Скорее всего, в определении потребительской ценности. Это чё такое? Потребительская ценность, это если совсем коротко, то, за что именно покупатель готов платить деньги. Как за что? За цветы, конечно, за что же ещё? Не совсем так. Сами по себе цветы покупателю не нужны. Если, конечно, он ими не питается, как калибри. Важны какие-то определённые свойства вашего товара. Чё? Попробую объяснить на другом примере. Предположим, что вам, самому первому на свете, пришло в голову производить и продавать яйца киндер-сюрприз. Шоколадное яйцо, а внутри капсула с игрушкой. Да, помню. Я таких яиц в детстве знаешь сколько съел. Но ты даёшь. А теперь вопрос. Если вы первым в мире додумались до такой идеи, то скажите, какого именно размера нужно производить эти яйца? Ну как какого? Размером с яйцо. Какое яйцо? Куриная категория С2 или категория С0? Или вообще индюшины? Ведь чем больше яйцо, тем выше себестоимость. И чтобы правильно ответить, нужно понять, зачем люди будут покупать этот товар? Ради шоколада? Вряд ли. Шоколада в этом яйце совсем немного. А вот за те же деньги можно купить нормальную шоколадку. Она и больше, и вкуснее. Согласен. Но если не ради шоколада, тогда получается ради игрушки внутри? Снова неверный ответ. Игрушек продают навалом. И на ту же сумму можно купить гораздо более интересную игрушку. Или даже не одну. Так что покупать такие киндер сюрпризы будут не ради шоколада, и не ради игрушки. И даже не ради комплекта одного с другим. А ради чего тогда? Черт его знает. Когда мне в детстве такие дарили. Я помню, радовался. И скорее открывал их. Чтобы узнать, что там внутри, в этот раз попадется. Интересно же. Вот именно главная потребительская ценность яйца киндер сюрприз звучит в его названии. Это сюрприз. Неожиданный подарок. Маленький секрет. В настоящем подарке всегда должен быть элемент неожиданности. Своеобразного чуда. В первую очередь, именно эту потребность ребенка удовлетворяет покупатель, приобретая киндер сюрприз. А теперь скажите, зависит ли степень удовлетворения потребности в сюрпризе от размера яйца? Да нет, в принципе. Ну ежу понятно, что не совсем уж и маленькое оно должно быть. Совершенно верно. Удовлетворение данной потребности почти не зависит от размера яйца. При этом покупатель готов заплатить за него достаточно предсказуемую сумму, равную примерной величине спонтанной покупки для вашей целевой аудитории. Ты сам понял, что сказал? То есть ту сумму, которую большинство ваших покупателей готовы будут потратить, не задумываясь. Вот и получается, что вы можете, скажем, за 100 рублей продать покупателю и маленький киндер сюрприз, и большой. И при этом, примерно в одинаковой степени удовлетворите его потребность. Но маленькое яйцо обойдется вам дешевле в производстве. Поэтому правильный ответ такой. Если вы первым на рынке придумали идею киндер сюрприза, то нужно производить их самого минимального размера, который позволит разместить внутри игрушку деталями которой не сможет подавиться ребенок. Хитро. А почему вот ты все время говоришь, что если я первый на рынке? А потому, что если на рынке уже есть аналогичные товары, и на полках стоят такие же киндер сюрпризы от ваших конкурентов, то покупатель будет принимать в расчет уже второстепенные выгоды. И скорее всего, при равной цене предпочтет вариант покрупнее. Размер 42, 43, 45. Блин, действительно хитро. А какое все это отношение имеет к моим цветам? Давайте снова задумаемся о потребностях ваших покупателей. Вот скажите, для чего они приобретают цветы? Ну, в подарок чаще всего. На день рождения, на свадьбу, на свидание с девушкой. Хорошо, в подарок. А какие именно свойства цветов важны для подарка? Ну, не знаю. Красивые, в общем, должны быть. Нарядные, яркие. А длина цветов в удовлетворении потребности в подарке играет какую-то роль? Наверное, нет. Вот именно. Ваши дорогие длинные розы вам, как человеку, который в них разбирается, конечно, нравятся. Качественный товар. А покупатель за эти погонные метры платить не хочет. Они ему не нужны. Да и ставить их некуда. Не у каждого дома такая высокая ваза найдется. Понятно. Потребительская ценность, значит. А можно ее как-то увеличить. Можно попробовать, подумать и об этом. Например, вот вам такая идея. Настоящие розы должны пахнуть. Увы, нынешний ассортимент большинства цветочных магазинов радует глаз. Но запаха у этих продуктов генной инженерии почти нет. Так что, если вдруг у вас появятся розы, которые по-настоящему пахнут розами, это, возможно, будет еще одним поводом для покупателей ходить именно в ваш магазин. Я так тупо люблю. Ну что же, а на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя. И увидимся.